Общая характеристика типа членистоноги. Вы уже знаете особенности строения моллюсков, кишечно-полосных, протист, растений, грибов. И мы переходим к изучению особенностей строения представителей типа членистоноги, самого многочисленного типа животных, так как к этому типу относятся самый богатый по видовому многообразию класс насекомое. Изучая тип членистоноги, как становится на особенностях строения представителей трех основных классов данного типа. Это ракообразные, паукообразные и насекомые. В природе практически не существует таких мест, которые не заселяли бы членистоноги. Это и разнообразные участки суши, все типы водоемов, и почва, и организмы других существ. Они полут по земле, растениям летают, плавают, прокладывают ходы в почве. Членистоноги – двусторонне симметричные животные. Все представители типа членистоноги, так и кольчатые черви, имеют сегментированное тело. Отличие состоит в том, что у кольчатых червей сегменты одинаковых размеров, а у членистоногих – разных. В теле большинства членистоногих можно различить три отдела – голова, грудь и брюшко. Конечности состоят из сегментов – упокообразных и ракообразных. Голова и грудь срослись и образовали голова-грудь. Брюшко и конечности также сегментированы. У клещей между отделами тела нет границ. Рассмотрим внешнее строение членистоногих животных на примере насекомого. На голове располагается ротовой аппарат, органы чувств, усики, глаза. На груди одна или две пары крыльев. Членистоногие – это единственная группа беспозвоночных животных, представители которых приобрели способность к полюту. Парные двигательные конечности, состоящие из отдельных фрагментов члеников. Это и обусловило название типа членистоногии. Брюшной отдел у одних видов несет конечности, у других – нет. Количество конечностей у разных представителей классов членистоногих не одинаковое. У ракообразных – 5 пар ходильных ног, у палкообразных – 4 пары, у насекомых – 3 пары. Правильной степенью сведения материала можно выполнить задание, QR-код которого вы видите на экране. Все отделы тела членистоногих покрыты прочной кутикулой, состоящей в основном из хитина. Прочный хитиновый панцирь выполняет роль наружного скелета. К панциру прикрепляются двигательные мышцы. Наружный скелет членистоногих настолько плотен, что в обычном состоянии не растягиваются и не дают возможности животному расти. Поэтому рост членистоногих сопровождается линьками, при которых старый панцирь сбрасывается и в короткое время образуются новые. Организм членистоногих за период образования нового хитиного покрова увеличивается в размерах, то есть растет. Изучая материал седьмой главы, вы познакомитесь с наиболее яркими представителями трех основных классов типа членистоногих. Каждый из них имеет свои характерные особенности. Ракообразные отличаются от других наличием мощного панциря на головогруди, пятью парами ходильных конечностей, двумя парами усеком органного дыхания у них жабры. В большинстве своем это водный обитатель. Полкообразных легко отличить по внешним признакам. Их тело состоит из головогруди и брюшка. У них есть четыре пары ходильных ног. Дыхание трахейное и легочное. Характерной чертой класса насекомых является наличие на груди трех пар ходильных конечностей и крыльев. Таким образом представители типа членистоногих имеют прогрессивные черты строения, которые позволяют им адаптироваться к различным условиям жизни. Обобщить материал вы можете самостоятельно, выполнив задание, QR-код которого вы видите на экране. В качестве лучшего освоения темы предлагаю вам изучить материал параграфа 15, учебную по сути биологии А8, и устно ответить на вопросы после параграфа. Интересного вам изучения!